МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Руденко снова ничего не сказал. За все пять заседаний в зале суда от него услышали только несколько слов. Вот, например. Перед оглашением приговора суд зачитал все материалы дела. Родители погибших девочек были вынуждены все выслушать снова. Дальше переломы левых малоперцовых и большеперцовых костей, которые влияют в окружающей мягкой ткани. Ссадины ловные, левые, надгробные. Пьяный Руденко проехал на несколько красных сигналов светофора со скоростью примерно 151 км в час. Заявленные потерпевшими гражданские иски. Общая сумма, которую Руденко должен будет выплатить пострадавшим, 16 миллионов. Это на 35 миллионов меньше, чем требовали изначально. Суд приговорил Руденко Александра Владимировича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств на срок 3 года с отбыванием наказания в колонии поселения. Такой приговор родственники погибших справедливым не считают. Естественно, такой приговор меня не устраивает. Мы будем его обжаловывать. Мы будем добиваться общего режима. Отбывающим наказание в колонии поселений может быть разрешено проживание со своими семьями даже за пределами колонии. Видимо, поэтому Руденко рад приговору. Если вычесть время, проведенное в СИЗО, где день идет за два, то отбывать наказание ему и вовсе в семь с половиной лет. Убийца! Андрей Дриер, Николай Шилко. Наши новости. Кстати, президент России поставил задачу к 2024 году в России снизить статистику жертв ДТП. Не более 4 на 100 тысяч жителей. Об этом сообщил журналист, у министра транспорта края Александр Дементьев. Именно поэтому в ведомстве планируют оборудовать еще семь комплексов автовидеофиксации. Один из них почти в центре Барнаула. Пытаемся в этом году поставить большой комплекс на пересечении достаточно сложном. Это советская армия, Павловский тракт строителей. Поскольку там зачастую ежедневно водителями нарушаются правила проезда по трамвайным путям, еще по встречной полосе. И с учетом того, что там у нас еще и пассажиры ждут свой трамвай. Сообщил министр о том, сколько в Алтайском крае в этом году отремонтируют дорог по федеральному проекту. Так вот, их будет 900 километров. По словам Дементьева, барнаульская агломерация обновленных дорог должно стать больше на 5%, в Бийской на 7%. Кроме того, ремонт дорог может пройти и в рамках другого строительства трассы Бийск-Абакам. По первому варианту дорога будет лежать через Целинное-Ельцовку. Это 160 километров на территории края. По второму через Артыбаш вдоль Бии в сторону Телецкого озера. А это потребует реконструкцию трассы. Министр заявил, что и в том, и в другом случае стоимость дороги составит 6 миллиардов рублей. Ну а сегодня комиссия во главе с тем же министром транспорта инспектировала дороги Первомайского района, которые были отремонтированы полгода назад в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Какие недочеты выявлены и когда подрядчик будет их устранять, узнавала Валентина Аскерова. Мост, тротуары, освещение и дорогу протяженностью 15 километров отремонтировали в Первомайском районе полгода назад по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги». До ремонта проезжая часть была в жутком состоянии. Автомобили тонули в лужах, а пешеходы в грязи. Чтобы привезти дорогу в божеский вид, потребовалось около 180 миллионов рублей. Средства, по словам экспертов, не ушли в пустую. Топить проезжую часть теперь точно не будет. Ремонт был выполнен качественно. На данный момент измерялся поперечный уклон. То есть он соответствует нормам. Оценили качество дороги сегодня и представители Общероссийского народного фронта. Особое внимание они уделяли пешеходным переходам. Дорожное полотно в сохранности. Единственное особое внимание, конечно, мы все-таки в своих рейдах уделяем именно подходам к пешеходным переходам. И на сегодняшний день обратили внимание, собственно, на устранение небольшой проблематики в части продления искусственно-дорожной неровности. Опять же, да, для того, чтобы у нас водоотведение именно не скапливалось на подходы к пешеходным переходам. На подходы к пешеходным переходам, или вернее на их отсутствие, обратил внимание и министр транспорта Александр Дементьев. Когда сделаем? 1 мая. Успеем? Да, наверное, нет. Погода, видите, какая. По всем выявленным дефектам подрядчику были выписаны соответствующие предписания. Устранить нарушения по гарантии строители обещали с наступлением положительных температур. Что касается обустройства подходов к пешеходным переходам, то срок обозначен до 1 июня. Валентина Скирова, Андрей Печоркин. Наши новости. Продолжим. Первая волна паводка на Алтае прошла без происшествий. Об этом сегодня доложили спасатели на специальном совещании у губернатора Виктора Томенко. Регион теперь готовится ко второй волне по прогнозам в конце мая. А пока перед службами края стоит другой вопрос. Как обеспечить безопасность жителей в период весенних пожаров? Выявлено 1702 возгорания. Из них 359 были подтверждены как плановые отжиги, о проведении которых информация была заблаговерена, направлена в ЦУКС главного управления. И 1342 пожара, то есть неконтролируемое горение сухой растительности. Это общее число весенних возгораний в крае. Рекордными, напомню, стали минувшие выходные. Сразу 300 пожаров. И это при том, что в прошлую пятницу план действий в связи с пожароопасным периодом в правительстве обсуждали. Начался этот период, напомню, 5 апреля. Сегодня глава региона настоятельно рекомендовал всем надзорным ведомствам изменить тактику и оперативно реагировать на сигналы о возгораниях. А также эффективнее работать внутри муниципалитетов. Иначе, пригрозил глава региона, может возникнуть кадровый вопрос. В рамках совещания Виктор Томенко связался с главой Шилоболихинского района Александром Тарасенко. Там в минувшую субботу огонь с полей уничтожил 4 жилых дома. В Алтайском крае дома у людей гореть не должны. Из-за пожаров, которые пришли с ландшафта. Не должны гореть. Что такое 4 жилых дома? Это ЧП для Алтайского края. Слава Богу, жертв нет. Жертв нет, это важно очень. Но сама по себе ситуация вопиющая. Ну а эта вопиющая ситуация скоро должна разрешиться. В прокуратуре рассмотрели многочисленные обращения работников бийского филиала Новосибирского мелькомбината. Которые жаловались на задержку заработной платы. Исковые требования направлены в суд. Кроме того, сотрудники прокуратуры намерены привлечь к ответственности и руководителя данной организации. Подробности в сюжете. Большие долги накопились не только у предприятия перед работниками. Но и у работников перед банками и своими знакомыми. Люди для того, чтобы хоть как-то прожить, вынуждены брать деньги взаймы. Людям нужны и коммунальные услуги, и жить на что-то. То есть, что думают, о чем вообще заботятся для рабочих, о чем они вообще думают, непонятно вообще. Порядка ста сотрудников бийского филиала Новосибирского мелькомбината не получают вовремя заработную плату. Для того, чтобы отстоять свои права, людям пришлось идти в прокуратуру и писать коллективное письмо депутату АКЗС Андрею Абрамову. Представитель бийска в краевом парламенте в тот же день направил в правоохранительные органы официальный запрос. И сегодня стало известно, что людей рассчитают в ближайшие дни. В адрес директора управляющей организации предприятия направлена повестка, извещение о необходимости явки в прокуратуру для решения вопроса о привлечении к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 Кодекса России об административных правонарушениях по факту несвоевременной выплаты заработной платы. Проблемы с выплатой заработной платы на предприятии начались еще в прошлом году. По словам сотрудников, руководство каждый раз говорило о предстоящем рассвете и просило немножко подождать. Многие не выдерживали и писали заявление на увольнение. Расходы дохода. Дмитрий Васильев не так давно тоже был в штате бийского филиала новосибирского мелькомбината, но решил забрать трудовую книжку. От стабильной задержки зарплаты молодой человек устал. Приходить домой с пустыми руками уже надоело. Дмитрию деньги в связи с увольнением уже выплатили, а всем остальным долги по заработной плате обещают вернуть уже на этой неделе. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. БИСК специально для наших новостей. Ему тоже пришлось подождать. Сегодня утром не удалось улететь в Москву нашему земляку, известному актеру Александру Панкратову Черному. Артиста сняли с рейса. Как сообщили очевидцы, которые разместили видео в социальной сети, Панкратов Черный попросил у персонала самолета 100 граммов водки. Актеру якобы ответили, что он ведет себя неадекватно, из-за чего потребовали задержать вылет. Он собирает подписи пассажиров, которые подтвердят, что Панкратов Черный был в неадекватном состоянии. Я, простите меня, перед вами в адекватном состоянии. Улетаю со своей родины, с Алтая. Комментарии от правоохранительных органов нам пока получить не удалось. А вот нашей съемочной группе в своеобразное путешествие по странам Африки и Азии отправиться удалось. Правда, лететь никуда не пришлось. В Техническом университете прошел День национальных культур. 300 дружелюбных хозяев из 27 стран мира принимали гостей. Подробности у Дарьи Эдемиллер. Сегодня в Барнауле можно посетить сразу 27 стран. В Техническом университете проходит фестиваль русского языка для иностранных студентов. Прямо сейчас мы находимся в зале России. Здесь гостям показывают народные песни и пляски. Отсюда мы и начнем свое путешествие. В некоторых странах гостям предлагают попробовать традиционные блюда и напитки. Во Вьетнаме гордятся кофе. Расскажите, чем вьетнамский кофе отличается от русского? Я думаю, криткий, чем русский кофе. За нашими спинами Таджикистан представляет свои народные танцы. Танцевать там любят. Расскажите, в чем особенность ваших танцев? Мы этим танцам показываем свое дружелюбие, свою любовь ко всем нациям. Сейчас ребята танцуют, радуются жизни, сплоченностью. Сегодня у нас свадьба, но невесту родственники жениха еще не видели. Позволить прикоснуться к лицу, показать лицо невесты позволялось только уважаемому кюше. Кюше – это исполнитель на дамбре. Дамбра – это национальный инструмент. Прямо сейчас мы находимся в Монголии. Нам уже показали национальные костюмы. И здесь проходит мастер-класс по каллиграфии. Расскажите, чему учитесь здесь и что делаете? Сейчас мы здесь используем монгольские старые буквы. Еще написано наши новости по старым монгольским буквам. Студенты сюда приехали, они осваивают нашу культуру, наш язык, наши традиции, изучают. Конечно, этот фестиваль является для них выражением тех достижений, что у них тут свершилось. И, естественно, для них как раз это очень важно и очень интересно показать себя. Сегодня свои национальные особенности представили студенты медицинского, педагогического, классического и технического вузов. И у меня ощущение, будто я слетала в кругосветное путешествие, но из Барнаула вроде бы так и не выезжала. Дарья Деменевна, Николай Шелкова. Наши новости. Тем временем более 50 журналистов осваивают навыки автомехаников, строителей, кинологов, флористов, электромонтажников и даже вальщиков леса. В рамках конкурса «Журналист меняет профессию». Накануне представители СМИ отправились в Павловский район, в самую гущу леса, чтобы срубить деревья, которые отжили свой век. Наравне с мужчинами валила лес игла фред комсомольской правды Барнаул Ольга Ведерникова. С бензопилой и на каблуках Ольга Ведерникова уже давно разрушила стереотип о том, что предназначение женщины стоит только у плиты. Помимо журналистики, она в совершенстве освоила такие профессии, как сварщик, плиточник, а теперь покоряет куда более мужскую специальность – вальщик леса. И вот ее первое заваленное дерево. Знаете, у меня сердце кровью обливается, если честно, перед тем, как начали валить. Как-то жалко. Ну, понимаю, что на самом деле это нужно, потому что дерево было перестоено, сухое и так далее. Поэтому, наверное, надо это делать. Профессия вальщик леса довольно редкая, но востребованная. На работу берут лишь здоровых, сильных и выносливых. Кстати, чтобы свалить одно дерево, требуется всего 5-7 минут. Вроде немного, но во время валки с непрофессионалов стекал седьмой пот. Когда смотришь за работой профессиональных вальщиков, кажется, что это легко. А когда заступаешь на их место и берешь их инструмент, понимаешь, что эта работа физически трудная и легкость эта видимая. Многие до сих пор считают, что валить лес нельзя, однако это не совсем так. Вальщики срубают лишь больные деревья, те, которые отжили свой век, иначе они бы сгнили. К тому же из дерева можно смастерить все, что угодно. От предметов интерьера до особняка. А значит, участники конкурса, журналисты меняют профессию, осваивают полезную и востребованную специальность. К слову, по итогам обучения они получат специальное удостоверение о прохождении курса. А вдруг когда-нибудь решатся сменить профессию? Валентина Аскерова, наши новости. Ну а сейчас в погоде спонсор прогноза «Банк Восточный». Чтобы дачу сделать сказкой, оформите карту «Банк Восточный». 0% на 90 дней. Приходите 17 и 18 апреля в «Банк Восточный». Почти на всей территории края вновь похолодание. Даже в дневное время практически повсеместно минусовые температуры. В Бийске и Белокурихе около ноля. В Рубцовске, Заринске и Олейске минус 2. В Барнауле ночью пасмурно. И до 2 со знаком плюс. Днем до минус 5. Напоминаю, телефон редакции 722 440. У меня на этом все новости. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok